Я ни разу не видел Шейкера на 4, по-моему, в СНГ, и Праймала на 4 не видел. Ну вот, сразу видим отличия. Феникс залетает на ФП, также и Рубик. Так это же сигнал. В СНГ, я понимаю, что СНГ, в СНГ бы взяли какую-то Вингу и Скайя, просто бы размеры. В СНГ взяли бы Фуриона уже, если играли бы. Он не в бане. Фурион, в том числе, кстати, почему-то его забыли. Слушай, у Кустов они все время играли пятерку Феникс через Фаст Хекс, и... Для них это привычно. ДПС был настолько большой, что я вообще не вижу проблем с тем, что его взяли приоритеты над другими героями. Ну, понимаешь, они играли с ним, да, сигнал, но во второй стадии его как-то распикивали, там, на дабл пик. Никто не отдает во второй стадии. Тут два бана сейчас, я не думаю. Ну да, они потратили бы их на Феникс плюс кого-нибудь. Может быть. Да, хороший ответ в целом. Феникс, несмотря на то, что это сигнатурный герой, так еще и в Рубика он хорошо подходит. Сразу, козатим, убирает Нагу. Это, ну, очень, ну, это самый, наверное, сильный герой у Наива. А как же ТБ? Не, Нага топ-1 у него, я уверен. Ну, ТБ топ-2, топ-3 морф, топ-4. Ладно. Блин, там дробка какая-то. Да не, он на всех хорошо играет, но вот прям Нага, я не знаю, ну, Нагу все боялись Наивы, там же банили последние. То есть, там, игнорировали ТБ, но вот Нага даже в первой стадии уже улетала. Да, она в целом сильная, потому что, ну, у нее хороший винрейт, особенно в Китае был. И, опять же, тут дело в связках, да, то есть ты Нагу берешь, например, с Фениксом, ты можешь засекьюрить яйцо. Ты там берешь Дизраптора с Нагой, это уже тоже крутой тимфайт. То есть, это такой керри, который еще и стапит тимфайт, а это вообще редкость. Альтернатива какой-то Войт только. Так и Войт тоже может появиться, ПЛ может появиться. Может, но Нага, она как-то понадежнее, поэлитнее. Давайте, если сегодня будет 8 карт, вот в первую под Мау ехала. Это из-за Феникса, хотя... Да не факт, это Феникс. Феникс против. Я имею в виду то, что как бы есть Феникс и нужен какой-то роминг сап, да, то есть... Ну, вот, например, Скай. Ну, как вариант, да, но только сейчас сетап нужен срочно. То есть, ЛЦ какой-то должен уходить. Марс? Не, Марс мертвенький. Но если был бы тут Амар, ты бы так не говорил. Это да, тут сигна у Амара. Ну, ЛЦ надо забирать по-хорошему, на самом деле, для КЗ Тим, просто чтобы не отдать. Плюс, на самом деле, нормальный герой для них будет. Да, хороший пик будет ЛЦ, точно. Феникс, СК. И не отдать. С одной стороны, с другой стороны, опять же, это другой регион, все-таки. Может быть, сейчас что-то... Нет, нет, там точно он играет. Есть какие-то другие, может, контрмеры. У нас еще и ЛЦ Нандо играет, да? Да, второй вариант. И стандартных бист у них может быть. Опять же, Аура против Феникса, да? Потому что я миллион раз видел их на Дарксире. Дарксире тоже. И Дарксире в Китае банили, у нас плюс-минус банили. Скайларк, это Бист, это Дарксир, это ЛЦ, это какой-то Акс. Дарксир плюс какой-то Ром еще тоже. Клок, да, я не знаю, там Тускар что-нибудь, и уже неплохо будет. Так, инвокер пока что у нас появляется. Пока еще, видимо. Кстати, не совсем понял вот то, что не рейтит инвокера Фуриона. Обычно все-таки их банят, но вот как-то во второй стадии сейчас и тот, и другой. Ну, значит, не наиграли. Фурион просто супер-эмба. Не понравилось. Но если команды его вот так не берут, то как будто бы значит, что они не выиграют эти квалы. Да нет, есть ощущение, что инвокер оверрейтед. Он как бы в любом случае сам по себе хорош, но вот я не видел исполнения, наверное, такого, чтобы реально вносил импакт. И чувствовалось, что вау, инвокер, реально там ФП-герой и прочее. Вон, нунчик сейчас бегал там, не видел? Нет, кстати, не видел. Там не идеально сыграл, но там в моменте там засолил. То есть как-то от старого инвокера я видел больше импакта, чем вот от нового. Ну, а вот и комбат типа до инвокера, кстати. Это типа Disruption Sunstrike. Disruption Sunstrike. Ну, у тебя, слушай, на первом уровне 206 урона чистым. Флэшбеки, конечно, да. Это достаточно много. То есть как будто бы не так много сейчас дизайблов удобных на первом уровне, под которые ты прям хорошо и гарантированно попадаешь Sunstrike. Ну, сейв сап это всегда хорошо. Тут больше, наверное, от Ская, да, плюс предикт ЛЦ, то, что могут взять. Поэтому, ну, ты ЛЦ не хочешь играть против Disruption постоянно. Мид, квестам, как будто какой-то Шторм хорош, несмотря на то, что у КЗ-Тима инвокер. Просто потому что сапов убивать. Они берут панги. Ну, панги тоже нормально, он катится на них, и в инвокера получше герой, чем Шторм. Просто у них, если был бы Шторм, Феникс и Скай, у них было бы три героя, которые... А кто вперед-то пойдет? То есть как драться, там, как начать? Ну, там забалансили, наверное, трое время. Наверное, все равно неприятно. Так они уже забалансили еще. А, ну вот они... Супернаказательский. Оу, и инстатаб. Ну, у Квистов все круто. И затем тоже молодцы, что взяли ТБ. Это хороший герой, очевидно, в Ликана. Но ТБ играет Феникса, ему не очень приятно. А Свен не лучше был, да? Свен? В Ликантропа и так далее. Кстати, Свен получше был, потому что все-таки, да, Свену... Чуть поменьше Феникс делает, чуть поменьше панги, как будто бы делает. Он и БКБ пораньше собирает, ему на норму идет. То есть решение почти всех проблем для него было бы. Свен точно лучше был. Ну, не, мне ТБ понадежнее, кажется. То есть Свен его закатит на какой-то минуте, там, пауэрспайк он потеряет. И, там, если за 35 минут не закончить игру, сложно. А вот, как бы, ТБ, он не на таймере. Он по игре будет себя хорошо чувствовать, в любом случае. Чем дальше будет. Кого мы доберем на тройку для Скайларка вниз? Потому что у Квистов Плоспе... Да, забанили... Да все еще, Сварк? Ой, не Сварк, это Тарксир, Тарксир. Пардон, Ти... Я вижу, просто в бане его и вылетело. Нужен какой-то дефолтный для него герой, против Ликана, типа Тайда, или, там, Марса, или Андерлорда. Профиликана надо, чтобы была защита такая, какие-то командные артефакты. Тарксир неплох в плане того, что он там может агильщиков перекрыть, да? Но... Им нужен какой-то, мне кажется, такой герой... Придумаем просто герой против ТБ, там, что, я не знаю. Герой против ТБ, ты придумай, и придумай того, кто его закрывает. Ну вот они уже Сварка банят, и как будто они в Вандерлордах хотят выйти просто. Получит МК. МК в бане, во-первых, во-вторых, не страшно. Проверял, получается. Проверял, да. Но мне пока у Казатим больше нравится, честно говоря, драфт. Там вот этот Ликан, Панга, это не сетаперы никакие. То есть, посмотреть, если у Квеста Спорт, синергия какая должна быть, там, под Феникса герой, под Скайя герой. Этого героя до сих пор нет. Да, и взяли Тоби Ликана, ты ожидаешь какого-то ЛЦ, да, а по итогу у тебя Ликан, просто сам по себе герой, который бегает, там, ест. И Пангольер, ну, все равно, это инициация второго вида, второго типа. То есть, ты инициируешь уже под кого-то, а первому надо, там, Блинк собрать. Ну, вот, дефолтный ТАЙТ, как я и говорю. Так, и чем закрыть, Иван? Герой, который в ТАЙДАС стоит и убивает ТБ. 2000 на ком? На Темпларке. О, но... Плохой. Мне очень понравился в ТАЙДА, но потом, да, в ТБ ШИТУ ДЕМОНа такое. То есть, только как-то там затемпить очень сильно, но вряд ли они так будут делать. И все отемпить, на самом деле. Герой с ТАЙДАМАЖа может какой-нибудь. Какой-то морф с Венисом как будто среднее. Урса. ШИТУ ДЕМОНа не хочется. Да, для баланса драфта им ВОЙД нужен. ПЛ. Ну да, неплохо тут ПЛ. По сути, только... Ну, ТАЙД. Рефракшн, да, дизракшн. ТАЙД, по идее, будет фрифармить, да? И есть инвокер по игре в ПЛ. Ну, то есть, в лейтгеме инвокер всегда считался неплохим героем в ПЛ. Но, что но? Ну, квестов набор героев просто. Я синергии вообще не вижу между ними. Ну, просто лекан сам по себе, ПЛ сам по себе. Панга, он такой, типа, вроде как может с сапами играть, но далеко не лучший герой. То есть, мне кажется, у КЗТИМ он более сбалансированный драфт и легче играть. Но, опять же, если там игра уходит в лейт, то ПЛ себя реализует нормально, потому что это core матчап сильнее, чем ТБ. Ну и не так много АОЕ урона. То есть, надо, чтобы ТАЙД как-то расфармился, собрал какую-то шиву, инвокер как-то круто скиллы давал. Ну, не знаю, мне кажется, у квестов все плюс-минус логично, балансно. Лекан в трех героев, которые ничего ему не делают. Два сапа плюс инвокер. Да, будет у ТБ фрифарм, но Лекан свое тоже должен взять. Plus core матчап, наив на ПЛ в ТБ, это контрпик. Пангич в инвокер, это хороший герой. И все это еще подкрепляется Фениксом, поэтому... Плюс это все сигнаторное, правильно и наивное. Да, плюс это все сигнаторное, поэтому... Плюс я еще буду болеть за них по этому турниру, за Геннадия, там вот, Куисху, который у них новый тренер, да? Поэтому все это, если сложить, я за квестов. Молодец. 100% за квестов. За 30 минут максимум прям вот. Молодец. Больше-больше ничего не надо. Нет, я скажу так, что Казатим будут доминировать, начало и мидгейм, но мне кажется, они не смогут закончить, и потом уже вот этот ПЛ выйдет в лейт и выиграет. Я за квестов. Не переобувочка, я говорю просто, как игра будет. Слушайте, ну единогласное мнение аналитиков у нас складывается за квесты Спортс, выделяли их фаворитами, посмотрим, как они себя реализуют и разочаруют ли нас. А тут вот как раз-таки 73 на 27%, большинство также болеет за квестов. А я напомню, что если вы только что проснулись, то открывайте баночку Торнадо, это много вкусов, заряжает, бодрит, а самое главное, делает игру интереснее. Так что мы передаем слово нашим замечательным комментаторам и смотрим первую карту. Не только баночку Торнадо нужно открывать, две трансляции одновременно, друзья, потому что последние две квалификации стартуют прямо сегодня, Юго-Восточная Азия, и сейчас мы вместе с Владиславом будем открывать также последнюю квалификацию в Западной Европе, где разыгрываться будет два слота на The International. Блин, я очень сильно жду эти матчи, даже самый первый матч, он уже горячий, уже интересно, как себя покажут квесты с новым муфленером. Ну да, да, у них присоединился товарищ Тоби, там много критики, знаешь, было в его сторону, что ну это Тоби, от него отказались Энтити, уже игрок практически списанный. Но я так скажу, я не то чтобы прям дикий фанат Тоби, естественно, мало таких, наверное, людей нас ждется, именно с точки зрения индивидуального исполнения, но могу сказать, что сами квест — это команда с поставленной игрой. И, как показывала практика, кого бы они себе не брали, путь то Малик, путь то АТФ, игра у них выстроена, и в целом это не особо решало. Они все равно хорошо показывали себя на международных турнирах. Поэтому приходит Тоби, он все-таки как-никак опытный игрок, и я думаю, что проблем с ним у команды квест возникнуть не должно. Более того, вот лично в моих каких-то там предиктах ребята из квеста должны выигрывать одну из квот на The International. Ты с ним согласен, нет, кстати? Слушай, я согласен, то есть мои фавориты — это квесты и секреты, на самом деле. Я верю в Пупея, что когда, так сказать, градус доходит до International, Пупея включается тот самый. Да-да-да-да-да, про него точно забывать не стоит, друзья. Как и не стоит забывать про акции нашего партнера BadBoom, это Runin, так и называется эта акция, друзья. Вы делаете ставки, собираете руны, руны позже конвертируются по окончанию акции во фрибеты. Вся дополнительная информация по ссылке под трансляцией, залетайте туда. Ну, противостояние против Виша, Виш на сигнатурном инвокере, Нуб на Панка, который, ну, герой, который на всех квалификациях отметил себя с наилучшей стороны, потому что по показателю пикрейта и винрейта, он, по-моему, или топ-1, или топ-2 после SkyMajor. Вот в таком формате. То есть безумно клёвый, стабильный персонаж, зачастую оказывается в бане, но если кто-то его умудряет себе забрать, он, конечно, по драфту хорошо идёт. Действительно, он очень простой и комфортный для исполнения, потому что стратегия 4 плюс 1 всегда работает с ним. Да, да, да. Что по Казатим? Что по Эксманаспа? Владислав, как мы эту команду будем оценивать? Тёмная лошадка или это очевидный аутсайдер? Точно, тёмные лошадки, на самом деле. Я против этих ребят очень много встречался, когда, так сказать, играл в доту активно. Вот, и эти ребятки могут удивить их, не стоит списывать со счетов. Вот, ну, в этой игре, конечно, кустов драфт более комфортный для них, потому что корма матча выигрышная. Поэтому в лейт можно будет скалироваться. Конечно, конечно. Тебе тоже нравится, я так понимаю, Фантом Лансер против Террор Блейда. Ну, отчасти вот то, что упомянул скрин в аналитике, мне тоже, на самом деле, близко, потому что я не вижу прям комплексного сочетания кор-героев у команды Квест. Ну, честно говоря, вот как вот Фантом Лансер плюс Ликонтроп плюс Панга вместе синергируют, это вот большой вопрос. Мне кажется, их связывают только саппорты. Хорошие саппорты в тимфайте. Я думаю, их просто связывает игра в 4 плюс 1. Вот они в 4-ом бегают, что-то устраивают условно. А пыльчик просто качается до диффузов, до аганима, и только потом он входит в игру. Ну, а что касается там Монаста, посмотри, Тайд Хантер с Террор Блейдом и Инвокером. Это комбинация на лейт. Саппорты тоже неплохие с возможностью инициировать, с возможностью сейвить. По-моему, прям, ну, сочетание героев, на мой взгляд, даже лучше. Увереннее, согласен с тобой полностью, действительно. То есть, концепция видна, ярко выражена, что у них хардкор ТБ, который должен им выиграть игру. Вопрос, получится ли? Да, ну, вопрос действительно хороший. Пока лейнинг стартует, ребята, из КЗ-Тим. Хорошо, у них, кстати, тег... Логотипчик Монаста остался, да? Да, пока не... Может быть, это... Ну, да. 13 крипов уже у ТБ, на самом деле. У ПЛ-7. Пока что очень комфортно себя чувствует. ТБ на топ-линии. Ну, есть разница, да, кто против них стоит. С одной стороны, Ликантроп. Которого вообще на старте не боится Нанде. Спокойно добивает всех возможных крипов. С другой стороны, Фантом Лансер упирается в такую большую зеленую стенку. Во-во-во-во-во-во-во-во. Под названием Тайт Хантер. Где просто дается энкор смеш. Фантом Лансер уже некомфортно. Иллюзии не выстаивают, в том числе, против Рубика и его фейтболта. Но я, конечно, не ожидал фрага здесь на этой линии увидеть. Но вот, видимо, доминация даже с такой силой идет. Тайт плюс Рубик просто уничтожили ПЛ на ФБ. Подловили, на самом деле. Потому что Феникс, он особо тебя засекюрить не может. Тут левел 3 он получает. У него вторые птички, условно. Тогда, да. А так, да, действительно, линия пока что такая тяжеловатая получается у ребят из квестов. Возвращается, конечно, потом Лансер. Ну, тяжеловатый, тяжеловатый. Но, по-моему, это не аргумент для того, чтобы умирать на ФБ. Безусловно, само собой. Просто, знаешь, это не какой-то вот он дайанг. Вот пришел, он дикейк накидал. Тут нужно с умом быть. С умом не получилось пока на старте. Ну, мы какие-то, да, наверное, провалы в исполнении, да, индивидуальные фейлы или командное отсутствие взаимодействия спишем на... Ну, что, долгий перерыв. У них квалификация стартует только сейчас. Первая официальная игра. Спустя большое время. Напомню, что там те же казати, мы небольшую практику имели, отыгрывая всякие ЕПЛы. Вот они онлайн-стейдж, Бумдачи играли тоже, да. Не так много игр у них было, по-моему, что такие 2 или 3 официальные встречи. Квалу они провалили эту. Но, тем не менее, вот на дистанции матчей было не так много по окончанию ДПС, все же. Показал нам статистику Тайтхантера от Скайларка. Ну, так, неплохо, да. Очень уверенный Тайт, на самом деле. 100% винрей, вообще классно. Тагачу всю жизнь на Тайтхантере там играет. Что-нибудь там не уверенно. Все уверенно у него, все хорошо. Конечно, подвыбил сейчас инвокер ресурсы из Пангольера. Заставляет его ретироваться на базу. Пангольер пока никуда не сможет перетянуться, потому что у него левел только 4. Нападение в боте. Просто вылетает Каори. Каори выбивает ресурсы. Попытка была сейчас сбить фласку от А-2000. Тайт, друзья, сложно здесь, да, и Рубика тоже. Нам какого плана вообще инвокер-то нужен в этой игре? Что мы от него хотим? Блин, ну, нам нужен инвокер активный, который создает движение на карте непосредственно, потому что он должен балансировать Пангольера в первую очередь. В этом его идея. Ну, то есть мы, что, Куас-Векс и бегаем... Да, да. Торнадо-ЕМП? Ну, пока да, пока так раскачивается. Пока так качается, пока вот такая у него сборка будет, друзья. У вас может быть сборка через мощный ПК, и все, благодаря Торнадо Энерджи, нашему партнеру. Естественно, друзья, ссылка в описании. Собирайте NFT-коллекции, собственно, пейте Торнадо Энерджи, и будете иметь возможность выиграть клевые призы каждую неделю. Шестая минута ПК, но мы видим очень уверенный старт у КЗ-Тим. Всегда, конечно, большие вопросы вот к этим греческим богам, да, к ребятам, которые, безусловно, безумно опытные. Может быть, они из самых опытных вообще в этой квалификации, потому что в тех же квест, допустим, имен новых побольше. Даже если мы так вот по истории, да, погоняем немножко, потому что греческие боги, они еще были и в 2014, и в 2015 году, когда их так называли. Из новеньких там может быть какой-то вот Нанда, из молодых исполнительств, да. Виш еще. Виш, да, вот тоже, наверное, из новой категории дотеров. Но вот именно основа, вот эта греческая основа, она, конечно, безусловно, очень молодая. Молодцы, да, костяк есть, просто молодых добирают, усиливаются регулярно, и играют очень стабильно. Нанда, нападение, кинули гранатку. Он блочит иллюзии свои. И в развороту Омара проблема, Омара будет умирать. И это фраг для Спартана. Слушай, у них ничего не получается, это же перетяжка была от мидера на верхнюю линию. Первый ганг от Нуба. И этот ганг заканчивается тем, что они просто потеряли одного из героев, и вообще ничего не сделали Нанда, который спокойно стоит и качается дальше. Не дождался он, конечно, левел А6 Пангальера у нас в этом моменте. Так, ну, круто начинает, на самом деле, круто. Прям КЗТим прям радует глаз, если честно. Если один из слотов забирает КЗТим, это вот, знаешь, что называется, на дистанции заслужили, да, потому что столько времени играют, ребята там плавают в этом Тир-2 вечном, в самом тяжелом, с точки зрения пробития на какой-то лан-турнир через квалификации регионе, да, потому что в Западной Европе тут все топы играют, постоянные чемпионы в мейджор и так далее. Сложно, очень сложно. И если вот где-то там как-то Спартан и его компания найдут слотец один по нижней сетке или по верхней, ну, мы скажем, ну, наконец, дотерпели, ребята, вот оно, получилось там, да, терпение трут, все перетрут, как говорится. Ну, им очень важно эволюционировать, ну, по ходу этой квалификации, так скажем, и обрастать, так сказать, уверенностью, чтобы выигрывать дальше, 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 потому что Интернешнл это в первую очередь про стабильность, да, это вот люди все боятся на нем играть, потому что очень высокие ставки, так сказать, крутые деньги, большие, опять же. Какие вот деньги, кстати, вопрос в этом Интернешнл? Вот ты знаешь, какие деньги будут на Интернешнл? Блин, примерно только знаю, но опять же... А тут все информация про примерно? Я пока вот не видел, я не видел даже миллиона пока. Прогнозируй, это отлично мои прогнозы, так скажем. А тут проблемы у Нуба. Вот и ганг от КЗТ. Два саппорта сместились по центр, нормально, сейчас еще восьмая минута, ну, там не то, чтобы инвокеры руды нужны эти активные, но вот не отдать панга в бутылку, это важно. Да, при этом Каори сразу такой прилетел после смерти подгольера, занял мид, так, не торопись, я подкачаю сейчас левел 6. Ну, Каори-то знатный Феникс, всегда удивляло меня, что он находит даже в самой тяжелейшей игре деньги на то, чтобы купить себе какой-то хекс. Я полностью с тобой согласен, так же меня эта ситуация удивляет. Читает, читает, просто он выживет, знаешь, вот это как, я обязательно выживу. Амара проблема, Амар здесь будет погибать. Клод снэп, поизон, да, тут несложное убийство. Поймали на процессе осуществления большого количества стаков на своей двойке, и про эту информацию получают сейчас, понимают, что туда кто-то сместится, типа, типа, какого-то фантом-лансера или контропа будут качать. И Виш пошел на первый свой ганг, ему команда помогла в центре, теперь он пошел помогать на сайды. Скайларк параллельно с этим расталкивает просто бот, уничтожает за счет Метеора. И это ведь очень хорошая, это очень сильная игра, потому что он выиграл свою линию, фантом-лансер к нему подходить не хочет, а с Метеорхаммером вышка будет падать, и ты фактически просто признаешь, Тайт, делай все, что хочешь, мы сюда больше не приходим. Опять в центре, опять два саппорта, опять Виш. Ну, есть ваш бакл на хайк раун, конечно, так убить будет очень трудно. Развернуть, ну, просто подвыбил ресурсы. На самом деле у Амара ужасная игра, у него там две смерти, и пока ничего не идет. В свою очередь, очень высокий темп игры навязывают КЗ-тим. Ну, знаешь, вот сверхъестественного как будто ничего не делают, да, вот классические перетяжки там под руны какие-то к своему мидеру, но у них все просто получается, а команда квеста не получается ничего. Это удивительно. С другой стороны, ну вот, какие-то пробелы по драфту все равно, вот мы вычленили, да, вот там, понятно, кор матча ПЛ против ТБ будет сильным, но это когда будет сильным? На минуте нацатой какой-нибудь там, да, или там сороковой, или пятьдесятой? Ну, тут 30 плюс, наверное, 35. А что первые полчаса делать будем? Слушай, ну, качаться. Качаться? Да. А соперник-то бьет, бьет больно. Вышки пушат там. Тайдхандр еще не снес с Митерхаммером? Не, пока еще. Да, Феникс уже Каури занял позицию, просто откидывает птичками, качается. У него в голове уже там Мидас Хекс. У него простая стратегия на эту игру, я думаю. Весл пока решил купить для начала, чтобы иметь возможность тимфайт какой-то давать. Дизайр пока нам тоже, конечно, делает стаки, и понятно, куча тут желающих эти стаки пофармить, и Тирорлбейд и Тайдхантер потенциально, можно два кампа разделить вообще между собой. Ну, вот какая-то тыщенка преимущества прослеживается, саппорты активны. Пока начало все-таки за КЗТ, надо это понять, надо это принять в первую очередь. Квест пока точно не доминирует. Квест, какая-то своя игра, видимо, от своих таймингов ждут каких-то первых шмоток. Ну, не знаю, что мы ждем. Нуб Дефьюз, Тоби Доминатор, что мы еще хотим? С чем мы будем играть в Доту? Блин, ну, как будто вот все, что ты перечислил, это вот то самое, с чем можно поиграть в Доту. А тут уже смог перетяжка, инвокер с руной ДД. Пауза. Одна секунда. Ну, по ощущениям квестам нужно пауза, так, на минут пять. И еще один тим-толк провести, парни. Что мы вообще на карте-то делаем? Как играть? Как играть Доту, да. Почему у нас все плохо против КЗТ на старте-то? Ну, не то, что, знаешь, ГГ сдаемся, но вообще ничего не сделали. Ну, то есть, даже то, что пытались, вообще не получилось. Я думаю, в первую очередь нужно попытаться контрплейнуть. То есть, когда КЗТ будут заходить в очередной раз, потому что тайм пока не коннектится во все эти замесы. Он просто качается, набирает. Означает, что противник будет в меньшинстве. Просто нужно быстрее реагировать, на самом деле. Посмотрим, получится ли у ребят. Как минимум сейчас будет выход на Тоби. Надо уже в позицию. Похоже, Тоби обречен. Это смотрю. Сколько Виша его остановит, как минимум, там Торнадо и Клодснэп даст. А со спины еще подтягивается Шаду Демон. У Ликантропа есть Лотус. Можно нажать Шейп Шифт. Это возможность, наверное, просто убежать. Не знаю, надо ли это делать. Так, интересная информация от Кибер, какая там представляет. Скайларк Спартан играет карту номер 1047 вместе. Обгоняет уже в дабло и сочетание Куроки плюс Миракл по этому показателю. Вместе 2015 года. Еще с командой Лондон Конспирис. И помню эту команду. Теперь Скайларк и Спартан 18-й в мире по количеству карт вместе. Ну да, то, о чем ты сказал, да, вот греческая вот эта связка. Ну вот нашли друг друга, комфортно максимально будем катать. Таких связок тоже много насчитать. Там одна из которых был XSS Бобока, которая недавно только рассыпалась. Я уж думал, что они там до пенсии будут играть вместе. Но нет. Но нет, Бобока ушел вообще. Сейчас параллельно скоро будет стартовать играть в Юго-Восточной Азии. Так что некоторые даблы рассыпаются. Но здесь да. Причем, знаешь, хорошо и понятно, когда такие связки игроков держатся вместе, потому что у них есть результаты. Вот чем обосновывается, допустим, связка Куроки Миракл? Ну на Интернешнл хорошо выступали, международные турниры, победы. Там, конечно, в большинстве последнее время горечь поражения чувствуют. Ну и Миракл поэтому там паузу какую-то взял. Но начинали позитивно довольно-таки. Вот что можно сказать про Скайларка и Спартана? Какой у них позитив в их совместном дуэте и выступлении за все это время? Я думаю, знаешь, им просто комфортно играть друг с другом и независимо от результатов. Они просто понимают, что они оба умеют играть в доту. Им по факту нужны перемены и виды других игроков. И вот они их добирают, просто играют и показывают, что... Ну, что-то получается, как минимум. Я не могу сказать, что у них прямо сейчас сразу вау. Но, как минимум, мы уже видим их здесь. И здесь у них есть шансы стрельнуть и реализовать ту самую эту, знаешь, как... За идею играть. Просто я сталкивался уже с таким. Я сам в свое время играл за идею очень долго. Вот. И получилось, на самом деле. Я даже что-то повыигрывал в свое время. Ну вот они тоже, да, что-то выиграют. Какие-то деньги-то они все-таки зарабатывают. Так, ну там, та самая атака на Тоби. С дабл демоджем. Видишь, пробивает Тоби. Шип-шипт нажал, кстати, да? Я как понял, лотус использовал, да? Оно ее вообще не спасает. Приходит нуб. Приходит Каори. Нужна компенсация. Есть disruption. Так. И что-то демон себя защитил на какое-то время. Ананта продолжает бить Каори больно. Прячется в кусты через туман войны. Ставится супернова. Тут под ЕМП пытались нуба взорвать. Ну, какие-то ресурсы остаются. Все равно тяжеловато. Но выживает, кажется. Размен. Та самая попытка контрплея, на самом деле. Которая чуть-чуть не удалась. Люкан мог сразу как будто выйти. На самом деле он просто пошел драться и получил лишних там 2-3 тычки, условно. Ну, в целом, неплохой мув. В свою очередь, Скайларк уже пошел демонтировать центральный коридор. Слушай, это Тайтхантер. Это чисто Бэтбумовский пьюр Тайтхантер. Да, вот который, типа, у меня Метерхаммер. Вы мне ничего не сделаете. Я пойду вам все вышки сломаю. Вообще, вот плевать. Супер наглость, супер дерзость. Он чувствует силу героя. Идет вперед. Ну, Арди говорит, что это не первый пьюр придумал. Да, но просто пьюр это сделал тогда, когда не в мете был подобный геймплей. Вот на последних турнирах. На мажорах в том числе. Вот, и это мне безумно нравится, потому что, ну, реально, а что ты Тайтхантеру предъявишь? Вот тебе, чтобы его убить, там, героя 3-4 нужно затянуть. Особенно, если вы линию проиграли. Действительно, с тобой полностью согласен. Слишком много ресурсов на него нужно потратить. При этом он еще нажмет ровагу и просто выйдет. Если да, если на то пошло. И вот в один раз его убили, он такой, ну, я респаун 20 секунд, я буду делать то же самое. Вы найдете силу еще раз собраться меня убить? И вот пока действительно не находится какой-нибудь дифьюз, не знаю, на пангу. Прям хорошая шмотка на дэмэдж. Скайларк, как рыба, Вадим, сильный, не будет бегать, вам пушат, вы ничего не сделаете. Нашли ТА-2000. На самом деле, как будто просто пытаются стянуть ребят из квест, как-то помочь пылу. Хорошо застрейфился. Он через пассивку на нейтралов, да? Да, 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 он очень круто застрейфился сейчас. Красиво, это поизон стакает спартан, вообще не хочет наива отпускать. Так, 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 дизрапшен. А ну-ка, подожди, третий поизон и... Нет, ну ладно, все, на этом закончено. Как же они нагло играют. Дерзкие, дерзкие греческие боги, да. Так, так же кто-то ТП нажимал, на самом деле, в бот, чтобы помочь. И потом сказал, я в норм, я выхожу, ребят, не парьтесь, не отменяйте ТП. И вот этот шаду-демон, он до конца вообще шел. Он даже не поверил, что ПЛ реально никто не поможет. Ну справляется наив, тут окей, пока действительно неплохо держится Фантом Лансер. Ну, с точки зрения какого-то лейтового противостояния, мы говорили, что ПЛ нужно быть, ну, не сильно ниже, чем ТБ, да, чтобы победить. Поэтому держится, пока реально держится. Очень трудно, потому что соперник давит, душит. Уже Тайтхантер на топ перетянулся. Если что, первых двух вышек нет на нижнем коридоре, на центральном. И на топе сейчас тоже товар упадет от Тайтхантера. Че делать-то квест? Ну вот смок нажали. Смачок, попытка камбэкнуть и выход этот на бот. Они пошли искать ТБ. Там Спартан вообще. Смотрите, где фармит. Вот, ну, наглость это второе имя Спартаны. А чипочка добил. О! ВТБ находит проблему Нанде. Будет погибать без шансов. Ну вот это, что называется, их пути пересеклись, да. Вообще вот должен был там встретить какой-нибудь Рубик эту атаку, какой-нибудь, как раз-таки, шаду-демон. Этот смок должен был развеять. Но получается так, что саппорт один чуть выше, второй саппорт чуть ниже. И посерединке ТБ, в которого зашли под смоками. Я думаю, знаешь, вот эта смерть ТБ сейчас приведет в чувство, так сказать, саппортов из КЗ Тим. Потому что ты полностью прав. Действительно, должны были стоять, ревилить. Потому что Рубик у нас что выполняет? Он стоит под мидом, он стакает. То есть, ну, нужно, 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 так сказать, не расслабляться. Да, да, да. Ну, то есть соперник, понятно, что-то будет делать. Квест просто так карту не отдадут. Немного отыгрывают. Квест, действительно, хороший выпад сейчас был. Фраг на вражеском керри. И преимущество там уже доходил до отметки двухтысячи, сноба тысячи. Ну и фармстаг. Спорт он помог закачать бикэмп, на самом деле. Точнее, эншинтов. Ну, это очень приятно. Ну, как минимум, знаешь, ты так извинился за то, что он не ревильнул. И такой говорит, ну, хотя бы это подкачай, я тебе сейчас помогу, все сделаю. Пратишка, я тебе подготовил там подарок, да, да. Царян. Забирай все, то, что найдешь, все твое. Да, а он и не против. При этом мы видим, что КЗ Тим играет во вражеском лесу. Очень крутые варды стоят у квестов, все видят. Видят ТП под бот, видят свой лес. То есть вот прям как надо. Ну, там глубокий вард, я смотрю, конечно, у КЗ Тим есть. Вот тоже там, где Феникс летает сейчас, да, но эти вот варды деварды... Сейчас найдет, сейчас найдет. Кавори прочитал этот момент, на самом деле. Но в ту точку не зашел. Дизайр пошел вард защищать. Ну, слушай, да, реально находит квест возможность пофармить. Вот не зажимаются, делят карту. Посмотрите, как расположены их персонажи. За такой фарм, кажется, придется умирать. Какой митер хаммер Каори. Прочитал. Прочитал, вылетел. Еще и на горку залез. Сейчас из горки он подкидывает. Вишь, вишь. Мне вообще не догадывается, где Феникс, да? Оу. На секунду, конечно, Феникс запереживал, когда почувствовал на себе замедление от инвиза инвокера. Нет. Ну, Каори мастер, конечно. То есть, вот так. Хорош, да. Где-то соперник понимал, что где-то рядом Феникс, но где именно конкретно, черт его знает. Он там спрятался, все развел, всю инфу собрал. Всю информацию раздал тиммейтам. Тиммейт из-за этого очень глубоко играет на топе. Посмотрите, что позволяет себе нуб. Распушивает пачки. А Ликантроп продавливает своим доминатором. Тир 2 уже практически. Ну, по макро я чувствую игру квест. Я чувствую эту игру по макро. При том, что они перетянули Тайда, Тайд наконец-то ушел с топа, и у Тоби появили шансы забрать эту вышку. А это полностью на руку квестам. Конечно, конечно. Ну, правда, вот доминатор там качает на топе. Вот Феникс все-таки. Ой-ой-ой, еще и Амар убивает здесь Дизайра. А что, надо? Хочет свопнуть, надо, хочет свопнуть. И подголир выходит с другой стороны, с подветренной. Ехать-ехать, тупо искать, искать, ночевочки. Где-то там Керри, где-то там бот-вот-вот. Ой-ой-ой, чувствует? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Доехать-доехать-доехать и забрать. Хорош. И не успел Спартан, не успел. Прямо на последних секундах он уже почти докатывался. И надо так думать, ну как ты меня здесь нашел? Клево, очень клево. Нашли фраг там, фраг тут. И тысяча впереди уже квест. А в чем ошибка-то Казатима? Они же вроде все правильно делали. Давили, вышки пушили. Занимали вражеские там вот очень глубокие позиции. Почему они по экономике теперь отстают? Слушай, ну как будто очень хорошее распределение от квестов. Плюс, опять же, сейчас забайтили на Феникса. По итогу у нас Рубик умирает. ТБ также нашел Пангольер. И вот уже у нас у ПЛа Аганим. А это что означает? Что ПЛ готов драться в случае необходимости и помогать своей команде. Я, конечно, не то чтобы сторонник вот именно такого геймплея квест, когда отдает сознательно начало, да, весь early game. Потом по макро вывезем, попробуем победить. Я все-таки хочу от команды, которая изначально является фаворитом, вот, ну, давление от самих, да, вот, на старте. Чтобы там показать силушку богатырскую, чтобы на 20-й соперник уже там трясся на базе и ГГ хотел бы писать. Вот, но с другой стороны мы сейчас увидели, что квест, ну, просто понимая, что делать надо, они читают карту. Они просто грамотно перемещаются. У них просто не получилось топ-линию выиграть, чтобы Люкан был большой со Скаймагом. Там Скаймаг 0.2 у нас начинал. Из-за этого прям все плохо достаточно было. Но реабилитировались? Уже реабилитировались. 18 минут, они впереди по экономике. Шлем оверлорду у Тоби готов. Нуб Дефьюз себе, по-моему, докрафтил. И из-за всех этих передвижений очень сильно пострадал инвокер, который перестал делать фраги. И фармит плохо. Я не знаю, а будет ли у Виши вообще такой, может, врихот Медас? Уже пора. Потому что Весл особо не реализовался, да, то есть активный инвокер через Куас Векс. Стоят в позиции. И нашлись Каймага. Сразу ульты, и Тоби просто выбегает. Это был байт на инвокера или что? Тайдхантер просто стоял, прятался. Да, 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 это был байт на маленького инвокера, у которого не особо идет игра. И он удался, так скажем. Этот момент удался, а денег у команды Квест снова становится больше. Так, под хаулем. Сумоны хотят съесть саппорта. Спартан, жить! Защитили, защитили три его тиммейта. Их просто вчетвером с Крипом справились. Ну, в это время Нуб раскачивает центр. Фантом Лансер с Аганимом продолжает фармить и качаться. 2000 преимущества за коллективом Квест уже. Да, что-то, что-то недопоняли Казатим. Что-то, что-то у них не получилось. Нормально, наконец, что пугался, аэромагой. Все туда телепорты, ребятки, поднажали. Идут очень сильно. Много выбивают кучу ресурсов. Просто искаларка. Пирамидку свою ставит. Окей. Просветка на инвокера. Что делать? Там роллинг тандер под мистик флэр. Роллап уже. Шарт имеется. Неплохо. Феникс переродился дальше через Икарус. Дайфа под Занреем. Подсвечивает этот тандер. Прожигает вот этот реведж. На долину. Да, там Нанда подошел. Они будут драться даже после потери двух гор-героев. Забирают при этом Амара. Даже погибает и приходит наив. Ну, тоже здесь, говорит, троллинг тандера. Нет, есть дефьюз. Можно замедлять. Можно убивать. А спартан, как саппор, должен погибать. Естественно, ситуация 2 в 3. Нанда пытается спрятаться в параллельный портал. Может, за ним? Наив пошел. Я за ним. Нет. Отменяет. А, Шоан. И это еще лучше. На самом деле, тут был крутой мувик. Пангольер дал свой лотус. Он подошел к Фениксу, чтобы тот успел тэп-аут нажать. Но не получилось. А, поэтому у него хп немножко повысил. Ну, откуда у него это? Прикольно. Так что, блин, командная игра на высшем уровне. Так драка все равно за квест. Они потеряли саппорт, но они разменяли флор героев. Они убили инвокера, убили тайтхантера, убили саппорта. И избирают Рошана. Квест молодцы. Квест реально четко играет. На самом деле, не был готов ТБ бить под эту ровагу. Она была дана, чтобы просто дать по факту. Я, конечно, понимаю концепт, почему. Потому что Феникс потратил яйцо. Вы вроде от этого вышли и уже хочется подраться. Но инвокер мертв, под ровагу бить некому. Да, и тайтхантер просто реведж ради реведжа. И после реведжа он вообще ничем помочь не смог. Гэфы, друзья, 1.05. Посмотрите, квест. Но единогласно фавориты, по мнению наших аналитиков из Бэтбум. 8.5 там уже дается на экс-монас пониже КЗ-тим. Не забывайте, друзья, акция руны. Делайте ставки, собирайте руны. Руны конвертируйте в фрибеты по окончании этой акции. Ссылочка на эту акцию под нашей трансляцией находится. 3К перевеса. Аегис, да, по счету отстаем, но кого это интересует. Все прекрасно в его квест. Ну, как будто за счет этого Аегиса Пэлл теперь может просто коннектиться. Пэлл может уже сразу входить в драку и ничего вообще не бояться. Так, здесь развели, судя по всему, на телепорт. И Тоби на ульту. Каори. Поржали, так скажем, дизайра. Ну, вот уже видим агрессию за счет того самого Аегиса. У Спартана проблемы, Спартан здесь точно будет умирать. У него многое тратит. По-моему, такой оверкил, да? Роллинг Тандер, Мистик Флэр. Там все внимание Фантом Лансера на этого персонажа. Ну, я с тобой в полном согласен, потому что Раваги нету. А с другой стороны, ну, вы все равно сейчас драться не будете в ближайшую минуту. А там лоу КД на самом деле. Что у Пангалера, что у Скаймага достаточно быстро откатятся все это дело. Да, не страшно. Небольшие потери. А вот ребята из Казати будут вынуждены ждать следующей Раваги. Потому что без Раваги они особо в доту поиграть здесь не могут. Ну да, игра полностью под контролем квеста. Вот по истечении 20 минут уже даже не знаю, за что цепляться. Ну, вот Форстав приобрел себе инвокер. Видимо, прямо сейчас они как раз-таки и будут цепляться. Потому что Равага откатилась. Якорь у Скайларка уже готов, чтобы этот Люкан никуда все-таки уже не убежал. Найти Пэла. Находит Пэла с Аегисом, но в него совсем не хочется нападать. Так. И что? Якорь. Лансер дерется. Миттерхаммер. Не затаймил. Не затаймил. Он телекинейса убивает. Первый же снимает. Причем Лансер Охотный им эту жизнь отдавал. На вторую-то смогут его рэвать по таймингу. Да ладно, наиф ошибся. Нет, Дуппельгангер, погодите. Да, да, ошибся. Ну, он на что рассчитывал? Что команду успеет подтянуться и за две жизни его так быстро не заберут? Или... Ну, просто он на первой жизни вообще ничего не сделал. Он не поверил. Он просто не поверил на то, что его просто убьют. Что Казатим сейчас делают такой мув. Просто все команды, и они все тут готовы. Скоро, он думал, что ну, его просто покают. Вот как обычно. Пытаются развести, так сказать, на эмоции, да? Те самые. Он на эмоции точно не повелся и в таверне оказался. Ну, такая сериализация Эгиса, прямо скажем. Ну, вот из-за такие моменты можно цепляться, Казатим. Вот если так соперник будет ошибаться, то шансы действительно остаются. ДБ живой. Фантом лантер в таверне. Это Нанда устраивает точно. Он топ-1 экономика. Будет дефенс без лантера. Так, поехали. Конкассив шот. Там Нанда замедление. Буржа там Спартан пытается. Ну, кролик ландером доезжает. Ставит Супернова. Диспелятся все возможные, конечно, Атосы. Но... Что, теперь я думал, что Трюрблейд его покают, да? Тоже? Смотри, здесь просто ситуация такая, что, во-первых, Харваги уже нет. А во-вторых, Тайд показался в центральном коридоре. И это и послужило ключевой ошибкой от КЗ-7. Просто слишком сильно они в себя поверили. А здесь-то что у нас? Пангольер. Пангольерская маг имеет очень много дэмэджа. И... Как мы увидели, легко убили там? Легко, легко, да. И Фернингс там поддерживает в случае чего. Так что... Какой-то запасом фраг. Короче, непонятно. Керри один умирает, но второй керри умирает. Причем без практически драки 5 на 5. Просто разменялись любезностями. Но... Это размен любезностями все равно продолжает, конечно, команду квеста вводить вперед. Потому что уже преимущество шеи. Не знаю, откуда эти деньги появляются с такой скоростью. Но почему так много? Вроде ничего не происходит. Но слишком грубого, ошибочного не допускают ребята из-за КЗ-Тим. Но соперник перефармливает. Посмотрите. Тут и плюс там, говорит, 66 на 34%. 7К перевес на 24 минуте. Откуда деньги, Владислав? Откуда бабки? Слушай, ну как будто со всех лесов, с которых можно... Все собрали. Да. А здесь момент-то какой. Мы видим, что КЗ-Тим регулярно стакаются, чтобы там... Встать за инвокером. Встать там перед ТБ условно. То есть они не качаются. Они просто пытаются развернуть. Пытаются подраться. А драки у них не особо получается пока что. И вот сейчас у нас нет Раваги. 20 секунд Раваги. Пытает идет вперед. Роллап. Роллап. Панга не лучшая цель. Роллинг Тандер против Роллапа. Как же он этот якорь с собой просто тянет. Ха-ха. Забавно. Якорь вот точно не тормозит Мистик Флеер. Просто Айт Хантера в итоге зажали под прокаст и не отпустили. Так. Что это? Шепшифты побежали за саппортами? Да. И я думаю, Спартана здесь тоже люка надоест. В принципе, и блочит они волком. Какой Тоби просто сильный. А кто свистел на Тоби-то? Посмотрите. Бодиблок. Макроигра. Микроигра. Все работает. Ну, второванный Роллинг Тандер от Дизайра, конечно, поможет. Здесь Кубик катится. И Тоби здесь не сделает убийства. Ну, как минимум, пока они дерутся, Пэл качается. Пэл и качается. Пэл и к команде подтягивается для тимфайтов. Пэл все успевает. Наивы, конечно, до 1-2-1, но... Инфорса много и помощи тоже очень много. Вот тот самый, да, внезапный абсолютно хекс на Фениксе. Думаешь, откуда? А вот оттуда. Причем это даже не первый... А, он первый стал. Самый первый, да. Он Весел... А, у него Шард еще есть. Или он с этого Стерзателя? Стерзатель, думаю. Стерзатель, да. Что он там планировал? То ли Весел покупать, то ли еще что-то решил? А, ладно. По стандарту хекс я возьму. По базе, так сказать, своей, чтобы наверняка уже игру выиграть. Ну, да, да. 8К перевеса. 26-ая минута. Я вот думаю, когда... Момент, когда они вели 4-0, было 2000 преимущества. Дайд Хантер сносит центральную вышку. Но вот там надо было понять, что игра все равно в лейт выйдет. И на инвокере пахнут все-таки медаль. Я что-то просто не вижу импакта от фиша. Мне его не хватает. Выпал, выпал. Он с игрой не получается у него мува. Единственный мув, который был, это вот Люкан, он в топе под ДД убил условно. Ну, на этом мува закончишь. В конец, согласен. Действительно, не хватает ни ДАСа. Блин, а знаешь, что я думаю? А что, если на Пангольера сразу три якора повесить? Он бы так же будет ехать? Все с собой три якора тащить? Да, да, да. Потому что картина, конечно, была прям маслом, на самом деле. Не, ну, конечно, симпатичный выглядит, когда волчонок, да, на привязи такой, пытается убежать куда-то. Его удерживает тайт. Ну, это тоже, с Пангой тоже прикольно. Анимация классная. Хотя, сам по себе, ну, шарт такой, там, сразу критики подвергся, да, когда вот изменение вышло от Малю. Так, тут хотели сначала ребята из квест сделать смок мув, перекладывал Феникс с Макис, не ошибаюсь. Решили, что не хотят, а не торопиться. Решают доформить Аганим на Пангольере. И только потом будут уже давить. 10к перевес. Но я по-прежнему просто в шоке. Там Мидасов нет, деньги откуда они? Никто не капает просто. Откуда они открыли-то источник золота дополнительный? Ребята из квеста. Шахта, шахта где-то. Где-то шахта, да, откуда копаются просто бабки. Так нечестно играть в доту. Они в какую-то свою доту играют, и у них просто больше денег в этой доте. Ну, это, кстати, показатель довольно сильной команды, да. Вот если ты даже не выиграл early game, тебя соперник что-то поджимает, усиленные команды всегда так. Они по экономике никогда не просядут, они всегда по макро будут где-то впереди. И у них постоянно будет приличное количество денег. Ну, не настолько же, правда. Слишком, слишком жестко. Крутой смог под ПЛ, а ПЛ закачал лес, нажал ТП в мид и просто бежит бить, условно, крипов. И команда сзади него. Всегда готовы поддержать, помочь. Понимают прекрасно, когда тим этот момент и просто начинают сплететь. Им сейчас драться в лоб-в-лоб вообще нельзя, потому что ни один файт они уже не смогут выиграть. Им нужно ждать Рошана. Рошаны плюс байбеки, там и посмотрим, кто кого. Ну, тут, по-моему, предельно ясно теперь на такой минуте, в такой ситуации. Мы сейчас один раз неудачно нажимаем это Morphoise Ravage. Не дай бог мы не выиграем драку за эти касты, за эти кнопки. Все, там зеленый свет, в следующие 3-4 минуты вас просто будут терзать, вам зайдут на хайгрант, вам сломают все. Все внешние вышки дойдут туда. Вот именно ДХГ могут даже дойти и выбить глиф. Да даже больше. Любая драка около горки равняется потере той самой горки. Поэтому ставки слишком высоки в такой ситуации. От одного тимфайта играет КЗТ. Ну, если ты говоришь, да, надо за Рошана, тогда на Рошане нужно прям идеально все нажать. Ravage по всем, там, да, суперраскастые инвокеры, чтобы Нанда просто стоял и бил. Просто стоял и бил. Ну, в Тоби уже керас со следующим, там БКБ, я не ошибаюсь. Да, вот уже даже почти готово. Там 1400 нетворсов осталось. Оррай, ну тайминг большой на Рошан. Теоретически он мог появиться. Почему меня это смущает? Потому что теоретически об этом должны знать ребята из КЗТ. А значит, они таким образом отдают Рошану? То есть нет кола? Они всего просто не готовы. Они просто понимают, что сейчас они пойдут раньше времени и умрут, потому что нету БКБ на ТБ. Такого и не будет. Так что, мы Рошана ДМ? А как Роша драться, когда... Значит, через горки. Также через ББК и через горки нужно просто выйти в спину, убить Феникса, Скаймага, и тогда шансы будут. То есть вот такие перемены у нас теперь новые. А это просто, да? Просто за... А как просто найти и убить Скаймейджа и Феникса в спину? Это нужно, знаешь, вот когда противник будет на горку заходить, просто заранее встать в лесу в пятером и просто дождаться, пока они все-таки поднимутся и вывалятся, так сказать, со спины. Ну, если так, окей. Если вот у тебя картинка такая рисуется в голове, я согласен на нее поверить. Но мне вот верится прям с трудом. Я больше сторонник того, знаю, чтобы решить свою судьбу на Рошане, пойти там подраться. Так не хочется против Айогиса на Фантому Ансере драться. Блин, ну знаешь, на самом деле ТБ такой герой, это герой второго номера всегда. То есть он и не такие игры, на самом деле, выигрывал. И 20 тысяч отыгрывал в случае чего. Мало ли, там ПЛ ошибся, получил Равагу и умер. Но потенциал точно есть. Так что 7 тысяч это не 20, шансы есть. Ну, кстати, да, преимущество сократилось. Немножко тоже встали в одной точке квест, сгруппировались, у них нижняя линия пушатся, ее никто не дефает, к слову. Да, они по макро круто разыгрывают. То есть у них мид и бот уже ребята из КЗ-Тем растолкали максимально сильно. Мы видим, как ТБ регулярную иллюзию в бот отправляет. Ну, раскачивать карту нужно. То есть без этого никак. Тут телепорт. Ух ты. Ну, я не понимаю, это просто потому, что Рошан сейчас будет день, Рошан перебежит. Опши, да? Здорово. Тоби обнаружил, Тоби инфу собрал, Тоби побежал. Спартан обречен. Ну, без шансов. Саленс, там больше ничего не нужно, в общем. Блин, еще и вард как будто спалили, на самом деле. Или не про что тут все-таки? Который вот на периметре карты там? Не, он перед смертью поставил вард. И вот я тоже как на саппорте. Все игроки так перед смертью, так оп, под ногу. Типа, ну не видно же было. Да, кто будет меня прокликивать, да, в этот момент? Да, 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 да. Меня же убили, типа. 100% бонус на первый депозит. Ждет вас, друзья, по ссылке по трансляции. Регаемся на Аппад Бум с промокодом TI2023. Забираем этот бонус. Одно коэффициент от нашего партнера. Ну, такие неутешительные для КЗ-Тим, да? Потому что КФ-12, 1-0-1, там, какие-то копейки после единички и нулей на квесты спорт. Не сомневают. Никто тут уже не сомневается в победе квест. Кроме... Владислав, скажи, ты поддерживаешь, КЗ-Тим? Слушай, шанс есть всегда. Сколько процентов дашь на камбэк? 15. 15, дота плюс, а ты сколько дашь? Ну, я про себя говорил. 36. Ну, я вот сравниваю твои показатели. Ты 15, дота плюс 36. Да, понятно. Ну, просто если слева вот почти без ошибок сыграть, там, прям, ну, очень сложновато. Хотя, условно, ТБ уже забрал БКБ. У них там нормально. У него бабочка, у него криты. Он хочет сделать себе сильвередж. Есть манта, есть драгон. Хорошая, приличная сборка. Между прочим-то, поэкономить. Вопросов никаких. Вапитки, главное бит. Рефреш бы дождаться на тайде, и вот картина совсем другая будет. Я бы даже сказал, там, 25-30 процентов уже будет. По процентации растет, смотри, да. Причем сильно даже растет. Сильно растет, да. Это как прилично. Просто нужно сейчас задоджить 4 минуты, не драться. В принципе, есть такая возможность у ребят из Каза-Тим. ТБ сплитит, форжи-форжи пускаются. И, само собой, там, саппорты всегда могут сплитить стоять. Вот эти опасные линии самые забирать. Вообще-то, квест уже проморгали тер-3 снизу. Там голые бараки. Если вдруг оно что, иллюзии-то делают свое дело. Вот, в портал ушел. Срапшин. Чувак, успеет ли блинк-аут? Не успел. Теперь у Тоби тоже пришел. На строй? Да, Тоби это легкие убийства на саппортах. Все, телепорты понимают, что тут зажимают со всех сторон. Кайтят, кайтят, кайтят по всей карте, на самом деле. Сразу стянули в бот, в топ вышли, начали распушивать топ. Вот центральный катер, который только, конечно, нужно проследить. Видимо, что уже тайт сразу бежит туда. Немедлит ли квест? Ну, как будто бы, знаешь, они, наверное, чувствуют, что у них карты под контролем. У них хороший экономический перевес. Рошаны им отдали. Че стоим? Че ждем? Че хотим? Ждем, когда Тедхантер 2 реведжа бахнет в лицо? Как будто просто КЗ-7 тоже по макро хорошо разыгрывает и заставляет противодействовать. Жло. Ну, вот видишь, как сам ты и подметил, что в боте там уже бараки стоят голые. И вот случайно ты проморгал, иллюзия ТБ тебе уже и барак может подъесть. Ну да, ну, видимо, да, и что-то понимают и КЗ-7. Какой-то БКБ появился на инвокере, все еще без Медаса. Виш решил так фармить. Так, среди участников квалификации именно Виш имел лучший КДА в патче. Вот в патче, да? 11.31 у него был, когда. Ну, это чуть многовато на самом деле. Ну, видишь, у нас такой, знаешь, и тинкер-плеер, если потребуется. Я думаю, что когда припрет где-нибудь в лозерах, оно вскроется. Оно появится. Да, то самое. Супергерой-то. Супергерой, да, да. Когда вот нужно будет убеждать по что бы то ни стало. Пока еще нормально. Верхняя сетка, четвертьфинал, присматриваем. Попали на очень сильного оппонента. Сейчас будет умирать, здесь поймали Тоби. Якорь. БКБ, БКБ, БКБ бежать. Шип-шифта нет, телепорт, да. Подожди, Крит, Т. Маловато урона. Кераса, та самая, Кераса, на самом деле. За счет нее он здесь и пережил всю эту ситуацию. Так, ну теперь у нас, значит, мид-то нет ТБ. И можно будет пойти, как она закончится. Большие проблемки. Посмотрим, как реализуют ИДД еще в топе. Ой, да, это хороший бонус. Это хороший аргумент, потому что пойти подраться. Там секунд 20 остается у Шип-шифта на Ликантропе. Блокинг-бара не будет, но когда волчонок бегает и где-то вторым-третьим номером подключается, там Блокинг-бар может и не потребуется вовсе. Поэтому, да, я думаю, должны ожидать КЗТИМ. Сейчас давление на свои вышки или на своих героев. Правляется по центральной области. Ребята из квест и тер-2. Ну, наверное, не дефаем. Нечем, нечем. Просто дефать, как будто деф это равняет смерть, на самом деле. И отдача горки. Или не нужный какой-то тимфайт, а... Ну, да, бай-байков каких-то лишних. Все, что делать наив? Одну пачку скипает снизу на всякие, чтобы линия нижняя не пушилась. Хорошо отыгрывает по макро. Понимает, понимает, что нужно сейчас делать. Забирает тер-2. Тут активировался глиф. Наив спокоен, судя по веб-камере. Все окей пока. Игра тащится. Плюс у него есть знание наших аналитиков о том, что у него матчап сильнее. Я думаю, это тоже его радует. Так, дайд пошел сплит пушить. Бараки добирать. Что, телепорт дефаем? Что, тут сам барак? Мы не уйдем на тайду, да? Да, мы не уйдем. Решили, ребят, не торопиться на самом деле. Просто добрали тайду. Вот здесь еще остается и не торопится вообще уходить. А Егис плюс Тараска, что вы мне сделаете? Я перед вами, что вы мне сделаете? Ну, как минимум, мы лишим его маны. Маны, маны нет. Минус 200, минус 400 даже. Команда подтягивается, тайды нет. Тайды, ну, на случай есть байбэк, но паня 30 секунд потерпит. Каза Тим, безусловно. Ну, иллюзия, иллюзия ТБ работает. Нанда за игрой. Нанда, надо до конца. Все до конца, да. Молодец, красавчик, конечно. Скипает пачки, сплит пушит, раздавил нижнюю линию, покупает себе шмотки. Все еще удерживает планку топового на форса. И практически скоро уже придется в потолок в плане развития своего. По инвентарю, посмотрите, у него прям крутые слоты. Там во что-то ап на Драгонлендс нужно. В целом, да, гоним, безусловно. И прям такой, уже состоявшийся ТБ. Ну да, такой полноценный. Ну, что ж, пережили они, на самом деле, почти Айгис. 20 секунд уже остается. На горку ты, конечно, уже не зайдешь. Слишком мало времени. Затягивается у нас игра. Ковеста не торопится, понимает, что лейт за ними. А супер лейт с двумя рэвэджами? Слушай, ну вот супер лейт как будто, может быть, и даже не за ними. Вот, есть нюанс. Надо уточнять, да? То есть лейт за ними, а за команды квеста. А вот супер лейт вообще не факт. Не, ну я чувствую силу вот этих двух рэвэджах. Мне действительно нравится. ТБ, у которого там и метаморфозис, да? И, собственно, там академ Шарт появится. Ты знаешь, вот два рэвэджа, Рубик, Который все ворует катаклизм от инвокеров. И вот у вас и дэмэдж, кроме ТБ появляется. И все равно тогда хотелось бы на инвокере иметь медасик. Ну вот больше слотов, да, чуть выше левел. Ведь от этого и герой строится сам по себе. Сверки раскачать надо какие-то. Чтобы дать там шикарные прокасты под Тайтхантера, тебе желательно фрешер какой-то иметь. От этого всего просто нет. Инвентарь... Все равно слабоват. Старается, видишь, конечно. Ладно, это его дело. Он так видит игру, типа. На инвокере он действительно опытный. Тут стоит ему как будто довериться. Но я думаю, что там какие-то другие мидеры могли бы с ним поспорить в плане его сборки. На самом деле, прочитали момент, ребята, из квестов. Потому что ПЛ показался в топе. Что это означает? Что в нас бегут парни, убегаем. Можно быстрее и скорее. И просто выходит. Не дают ни шанса, на самом деле, козетим пока что. То есть я не видел ни одной такой, знаешь, лишней смерти, которую вот она вообще не в попад. Ну и не стремятся, знаешь, свои кнопки потратить. Так вот. Давление сдерживаем соперника. По экономике стараемся сильнее не проседать. Эти самые 9-10 к отставания остаются. Ну и качаемся. Набираем, набираем. Да, вот каким-то рефрешером уже попахивает. Я вот смотрю, свиток там куплен на Тейтхантере. Интересно. Так тут уже рефрешу и калорий уже появляется почти. То, что тут всего ничего осталось уже. Два таких саппорта, как вот в игре, да, это Дизраптор и Феникс. На них хочется купить сразу лейтовые шмотки. Для одного Аганим там блин, для второго вот Хекс, Рефрешер и все. И решить все вопросы по лейту. Ну Феникс в лейте, купив вот эти слоты. Шарт, Аганим и Рефрешер. Может тебе ничего не надо для жизни. Для счастья. Ну так шиво для галочки может. У нас где-то в конце. Шиво тоже прекрасно, да. Тут поддерживаю. Так, ну что, по верхней линии пройдемся. Пока аккуратно по Тейр 2. Последняя внешняя вышка остается именно на топе. Пока не было идей защищать товара, да. Мы вообще давно не видели столкновения. Ребята вообще не стремятся драться. Нет такой опции у них пока. Ну, идея квестов добрать все внешние вышки. Ну там показывают, да, когда были сделаны последние фраги. Это вот Тайтхантер, который умирал на вражеской базе. Но опять же, это даже нисколечко не пахнет тем файтом 5 на 5. Я вообще не помню, когда там больше 5 героев из разных команд друг с другом сталкивали. Если что-то пытались нажимать. Без этого. Чистая макро дота. Макро дота, фармежка, выход в лейт. И третий Рошан. Тут самое. Третий Рошан, да. И уверенность, полную уверенность в том, что лейт-то точно за нами. О, аганимный. Молодец, Виш. Все равно качать. Метасиков нет. С полпризом что-то туда-сюда. И зарабатывать бабки. Аганим хорошо. Мне нравится. Так, Нанды у нас. Ищет, ищет, конечно, кого-то. Но, увы. Все уже оттуда вышли. Там никого нет. Долгий Рошан, на самом деле, повезло. Так сказать, ребятам из КЗТ. Есть шанс подкачаться. Может быть, даже занять позицию. И этот Рошан у нас будет, кстати, внизу. На стороны Рэддент. Да. Об этом пока не знают квест. Ну, потому что таймер долгий сработал. Но вообще стягиваться уже под нижнюю часть карты, наверное. Да, нужно заготовить виженом банальным, чтобы сентрики везде стояли. Игра пока подпыла. КВС-Т, так скажем, байтят. Они ждут. Вдруг на него сейчас нападут на халявку и ребятки-то развернут. Дофармят, естественно, Скайларк перед тимфайтом себе рефрешер. Но это интересно, конечно. Два реведжа под тычки от ТБ. Причем довольно болезненные. Плюс инвокер там что-то напихает. Сколько сможет? Инвокер вообще мьел-нив пошел. Вот это интересно. Ну, как будто мана не хватит на ТБ, знаешь? Два реведжа бахнут? Да я что-то смотрю. Что тут? Вот еще 200. А что нам надо? Нам надо 650 на два реведжа и рефрешер подмакать. Да, маловато. Там еще живо. У нас есть Аркейн Бутс. Главное не запутаться, не потерять управление раньше времени. Главное вовремя нажать Аркейн Бутс. Так, выходит Гост. Неужели так? Ну-ка, ну-ка. Такая первая карта, друзья. Эти квалификации в Западной Европе на подумать. Я там краем глаза вообще старичка в Юго-Восточную Азию смотрел. Там веселье, задор, как это обычно бывает в Азии. Кровь, кишки, мясо. Все это в одной карте. Все это за первые 10 минут. Вот, у нас здесь не так. У нас здесь реально карта про подумать. По макро-доту какую-то показать. Да, побегать. По-доджить соперника. Покачаться, пофармить. В общем, присматривайте, я бы сказал. Осторожно, аккуратно, западноевропейская дота в квалификациях Маин. Мы просто пока присматриваемся друг к другу. Так, ответы смог отказать Тим. Молодец, там досмотрите. Р-3 спуска. Вторая иллюзия пошла. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну, я про это и говорил, на самом деле, что он здесь будет устраивать. Каждый раз будем это видеть. Заняли зону, никуда не идут. Не торопятся. И те, и те уже расставили варды. Просто стоят под ними, ждут ошибки. Кто же первый ошибется? Парни, давай, ну, крепкую драчку хотим. Ну, вот, погнали. Они вышли, то он сразу появился. Так, а санстрайком проверили. Санстрайком проверили, есть инфа. Ну, пушится центр. Как же пушится центр? Посмотрите, иллюзии заставляют квест думать, что делать. Кому-то нужно дефить, это ну, показывается. Шиво, да, все, иллюзии затормозить, их снести. В это время ребята из Эксмана, спанижа КЗ-тим, отправляются вниз. Знают, что потенциально Рошан уже может быть уничтожен. Может фантом лансер его уже пробивать. Вот видит спирит лэнса, видит иллюзии фантом лансера. Понимает, что у Рошана пока не зашли. Время есть, обходы, заходы. Ну, мы прекрасно понимаем, друзья. Надо реведжей идеально использовать. Проигрыш драки с использованием рефрешера и реведжей. Автоматически команда квест забирает. Рошан идет к нам на ХГ. Так, Тайта уже подбирается поближе. Как зайти? Как зайти, когда позиция соперникам занята? Как подобраться? Как внезапно синициировать? Верхняя линия запушивает все временем мод квест уже в сторону КЗ-тим. Так сейчас снова ТБ отправит иллюзии просто. И будет стягивать квестов на базу. Получится ли? ТБ иллюзии проверил, что Рошан начинает пробиваться фантом лансером. Вся команда КЗ-тим здесь. Центральная линия все-таки отпушена пока. И квест есть время. Тайтхантер в позиции. Тайтхантер в позиции с фэшбакл. Лансер только один в Рошпите. Остальные вне его. ТБ тоже подходит. Рефлекшн ролик. Тадо реведж. Успели нажать. Успел нажать панк. Куда-то закатился. Боже, а Феникса стерли. Номентальный байбэк. Не знает, с кем драться. Террор Блейд. Он под ВКБшкой. Бегает под формой. Дал Сандер. Неплохой, кстати говоря, в соперника. Рубик убивает тоже на байбэке. 5-5 будет ситуация. Мистик Флэр подкубить Нанда. Нанда просто убегает за ним. Погоня. Скаймейдж вместе с Ликантробом. Волчонка отправляет именно за ним. ТП. Лоу ХП. ТП спасти надо. Террор Блейд разворачивается. Дерется. Пробивает Ликана. Но ставится суперновес Андрей после респауна. С Гаори хорошая игра минус ШД. Феникс пришел. После байбэка исправил ситуацию. Убивает вражеского кора. Еще и Тайт Хантера забрали тоже. Тайт не дал все свои реведжи. Дал только один. И, ребята, из квест за счет байбэка от Феникса выигрывают эту дураку. На самом деле, очень круто еще здесь исказать тем Нанда. Он свапился в настоящего. И как будто я думал, вот тот самый момент, где шанс. Дай второй реведж. Развернитесь. Убейте. Но этого не случилось. А что не случилось? Где второй реведж? Что произошло? Нет, здесь круто топали. Молодец, конечно, Панго. Он не подставился под реведж. Он первым зашел. Конечно, не весь потенциал Роллинг Кандера потратил. Но, тем не менее. Где Тайт? Он ниже был. Он ниже был. Он почему-то вместо того, чтобы пойти на ПЛ, сразу побежал вниз. И вот просто ПЛ не было помощи. Потому что никто ему... Ну, нет у них сейва, на самом деле. Вот Шадо Дем у нас в Санасе. И все. Ты ничего не можешь делать. Отрезан Тайт от ТБ оказался. От своего мейнкерри, от инвокер. То есть, вторая и первые позиции находились вместе. А тройка, вот она когда прыгнула туда, за спину, она туда выйти не смогла. Грыз Панго. Фантом Лансер перехватил. И в итоге просто нет Тайда, второго реведжа нет. Нет возможности с ТБ развернуться и еще подраться. Ну, прикольно, да. Прикольно, прикольно, конечно. Ну, я думаю, Казать Тим сейчас должны понимать, что либо вы ПЛ все-таки убиваете, либо вы проигрываете эту карту. То есть, поменяют, скажем, свои приоритеты какие-то минимальные. Ну, ты как сказал, идея-то была в суппорту быстро вырезать. Что, Феникса Тубили? Ну, бай-байки просто проблема, потому что бай-бай есть всегда. А на остальных героев уже сил не хватило. Ну, один реведж сохранили. Хорошо. Ну, Фантом Лансера убивать будет еще тяжелее. У него Егис. Роллинг Тандер. Поехали в ШД. За Саленс пытаемся быстро забрать. Зонит нуб соперника своего. Скайларк, естественно, прыгать не хочет. Нанде пока не нажимал на метаморфозе. Запрали еще и Рубика. Он после бая, кстати, у него выкупа нет. И наив просто грызет Скайларка. А что делать? Реведж нажимать не хочется. Умирать тоже. Бай-байка от Шадо Демона решили пока отойти. Квест. Куда ты прыгаешь? Просто сейчас Фантом будет снова умирать. После бай-бэка. Спасти Виш. Торнадо хорошее. Спирит Лэнсы летят. Выживает. Двух саппортов КЗТИМ сейчас остаются в 3 кор героя с одним реведжем пока все еще. Как будто надо делать бай. Потому что это какой конец игры. Можно закончить вроде, да? Да, да. Здесь точно можно закончить. Там нет двух саппортов. Без двух саппортов драться просто невозможно. Или будут аккуратненько, или и так справиться. Сторону забрали. Слушай, у нас есть супер нового. Да, мне кажется, действительно могут. А у Тоби нет шейп-шифта, конечно. Чё, Фантом Лансер работает с Эггисом. Да, заход с Бину нашли с КОВ. Деветч, деветч. Успел. Но его не защитите. Убьют, убьют, убьют. Убьют. Скорость атаки приличная. Фенингс погибает. Бай, естественно, нет. Реведж потрачен. Террор Блейд. Метаморфойс активирует под БКБ. Есть Алла Крити на нем. Фантом Лансер. Здесь с иллюзиями нападает на 2-2-3-го. Звонит всех кор героев соперника. Еще и помогает Панга. Он сделал байбэк. Роллинг Тандер активировал. Он продолжает кинать соперников. Отрезает тем самым Тайд Хантера от своих тиммейтов. Нажимается рефрешер. Но погибает Тайд Байбэк. И нет. Реведж он не дал. 77 секунд без него. Численное большинство для коллектива Квест. Четыре героя у них. Скоро саппорты, конечно, появятся. И будет численное равенство. Но за это время успеет ТА-2000, скорее всего, разрушить центральный коридор. Но нет. Есть глиф. Есть глиф. Какие-то секундочки выигрываются коллективом КЗТИМ. Конечно, этого уже не хватает. Ну, как драться без Тайда? Как зайти в замес? Тем более, сейчас Метаморфоз закончится. Как убить Пэла без Тайда? Вот, наверное, самый основной вопрос. Да там с Тайдом-то этот вопрос не решен был. Без Тайда тем более. Ну, что-то здесь... На самом деле, очень круто с Роллотта-2000, на самом деле. Он не вбегал так тут на падение. Пытаются пробить. Его тут поднимают. И все. Не хватило и выкрой, как будто, в этот момент. Тяжело взять и готов, мне кажется, вообще просто на них поддать свою первую жизнь. У него все еще Аегис. То выбежал, то не знаю, надо убивать. Шейп-шифт. На третью линию побежит, да, Тоби? Или это план разворот? Это план разворот. Это Ро Александр. Это поехали в ТП. Есть, конечно, бафает его здесь Шоттудемон. Пытается защитить. Но вектор направления атаки меняется на инвокер. Его забирают. Есть байпэк. Уже под троном кружат. ШД погибает вновь. Не выдерживают вообще какого-либо урона саппорты. ТП снова Метаморфоз БКБ. Вот он рэвэдж. Забрать панк. Аегис раз каста с катаклизма забирает. Остановили еще и Тоби. Тоби без Блокингбара погибает так же. Отбиваются КЗ-тим за счет выкупов. Ну и нужно уходить на Иву. Он остается здесь совершенно один. Аегис все еще, конечно, имеется. Доппельгангер. Бить его будут три года. Или четыре. Если вообще убьют. Он разворачивается, забирает саппорта. Сандер, Нандэ нажал. Ты точно уверен, что ты выживешь? Нандэ, аккуратно. Бласты летят. Нандэ. Какой же ты Сандер потратил? Очень опасно. Выходит, есть Сильвередж. Хорошо, Доппельгангер, Фантом Млансер. Они один в четыре. Он один в пять вообще. Будет сейчас драться Феникс рядышком. Супернова, Санрей. Накрывает прям Террорблейда. У него, конечно, есть выкуп. Но не будет Петамархозис. Дальше атака по Скайларку. Снова замедление дает Шиву, чтобы к нему не подходили. Феникс рядышком. Бифрешер нажимает Каори. Будет Супернова, будет Санрей. Если это потребуется. Нандэ снова здесь. После выкупа получает Хекс. Супернова на него снова ставится. И Сфорстап пытается сейвить. Но он сгорает. Какая отличная игра от этого Феникса в лейте. ДБ после баев погиб, друзья. Шансов на успех мало КЗТИМ. И Наив может оттуда не уходить. Он на Егис до сих пор не потратил. Его просто невозможно взять на этом ПЛ. Очень уверенная игра. Ничего не боится. Он по ним прекрасно понимал, что в той ситуации он уже оттуда не выходил никак. Его просто не отпускали. Он принял лучшее свое решение. Он решил дараться до конца. И показал нам, что он умеет принимать решение. Верные. Верные, да. Трудно. Очень трудно. Вот дофармили нужные слоты. Этот монстр под названием Фантом Лансер. Не пробить. Ничего не сделать. Реведжи какие-то там что-то используют. Инвокеры вообще плевать. Так. Туби. Побежала собака за бараками. Да. Тут теперь маленькая появилась собака у ЭКЗТИМ. Это не очень эффективная собачка. Что, мега крипы? 70 секунд. Я не знаю, парни. Ну, давайте кнопки прожмем. Мы бахнем, что они чуть реведжи. Пока нету, кстати, ни одного. Тут знаешь, просто когда ты смотришь, что у тебя нет демежа просто на ПЛ и ты вот смотришь, как дрон у тебя падает. Неприятное зрелище. Удар Сильвер Эджи. Тед Кантер не выходит. Катаклизм. Вот что, просто так. Катаклизм. Туби БКБшку нажал. А Марс у спины прыгает в саппортов. Раскастовывает. Сканкассив шот. Есть форстап. И Виш БКБшку жмакает тоже форстап. Загоняет на фонтан своего соперника. И Виш принимает поражение в первой карте. Квесты Спортс. 1-0. Как мы эту игру назовем от форита? Уверенно? Уверенно. Спокойно. Без вот лишних каких-то...